В соответствии с постановлением Кабинета Министров, в каждом областном центре должны быть открыты вот такие организации, которые будут оказывать услуги педагогического характера, они несколько отличаются от медицинских услуг, позволяющие детям с инвалидностью легко адаптироваться к обучению в обычной школе, в инклюзивных классах. Таких центров в Одессе будет со временем как минимум 8. Сейчас в активной стадии создания первого инклюзивно-ресурсного центра, который будет находиться на улице, уже находится на улице Мечникова 2А. Там заканчивается проведение ремонтных строительных работ, мы уже закупили туда оборудование и планируем, что как только строители закончат свою работу, мы сможем его облагородить, наполнить материалами и начать принимать там детей. Второй, третий и четвертый центры созданы на базе школ города Одессы, они находятся в разных районах. И с созданием этих центров уже выделены средства на проведение необходимых ремонтных работ и закупку оборудования. Как только мы эту работу проведем, а это будет в очень сжатые сроки, эти центры будут принимать детей из Малиновского, Киевского и Суворовского районов. Таким образом, у нас к следующему учебному году в каждом районе Одессы уже будет работать как минимум один такой центр. По нормативам необходимо, чтобы в Одессе их было как минимум восемь, и мы продолжим эту работу в следующем году. Каждый центр способен принять еженедельно 200 детей. Говорить о количестве детей, которые будут их посещать, будет не совсем корректно, поскольку эти 200, это мы говорим о посещениях, это могут быть одни и те же дети. Эти центры не заменяют образование школьное, они его дополняют и делают возможным обучение детей с инвалидностью в обычной школе. Продолжение следует...